Началась долгожданная встреча чуть позже обещанного срока. Эрнест Мацкевичус задержал все время на исполняющего обязанности губернатора Рязанской области Николая Любимова. На личной встрече обсуждали в основном вопросы по культуре нашего города. Мы с Николаем Викторовичем знакомы давно достаточно. Мы дружим еще с калужских его времен, потому что я часто приезжал в Калугу. У меня такие же теплые отношения с Анатолием Дмитриевичем Артамоновым. Николай Викторович работал, вы прекрасно знаете, наверное, и вице-губернатором, и руководителем ЗАГСа, и мэром Калуги, и министром экономического развития. То есть вам на самом деле с губернатором повезло. Человек, имеющий очень серьезный управленческий опыт, причем в самых разных сферах. Не секрет, что ведущий новостей на телеканале «Россия-1» Эрнест Мацкевичус является и преподавателем журналистики. Николаю Любимову он пообещал, что любого рязанца обучат и вернет в родной город отличным специалистам. Конечно, при условии, что журналист не захочет остаться. Мастер-класс для работников средств массовой информации Эрнест Мацкевичус начал незамедлительно. Для начала он объяснил коллегам из региона, какие именно события могут стать сюжетом новостей. Я вам выдам один небольшой профессиональный секрет, по какому принципу мы отбираем новости в программу. Есть два ключевых принципа. Первый принцип – это новости, которые касаются вас лично, которые, что называется, вторгаются в ваше жизненное пространство. Вот, как правило, именно такими новостями являются новости региональные. Такими новостями становятся, например, природные катаклизмы. А вот к новостям федерального значения можно отнести взаимоотношения на политической арене. Есть другие новости, которые напрямую нас с вами не касаются, но они, конечно же, тоже имеют право на то, чтобы быть в эфире. В наше с вами личное пространство эта новость не вторгается. Лично на нашу с вами жизнь она не влияет никаким образом. Тем не менее, это решение будет в нас целую гамму противоречивых, а иногда и вполне себе определенных, однозначных чувств. Но их множество. Она затрагивает наш эмоциональный фон. Вот такая новость тоже, безусловно, попадает в эфир, потому что она не оставляет зрителя равнодушным. Известный телеведущий признался, что в нашем городе ему понравилось, и он будет чаще радовать нас своими визитами. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова